Может быть, дети сами приготовили вам завтрак в постель, или же смастерили своими руками для вас подарок, или же они вообще забыли, что в тот день должен был быть День Матери, прости, мама, или же, может быть, это ваш первый День Матери, который вы отмечаете без мамы, или же вы отмечаете этот День без ребёнка. Тем не менее, это очень болезненный День Матери для вас, в который раз, из года в год. Вы можете грустить, но ваши глаза должны видеть Иисуса, а ваши уши — слышать Его. Псалом 27 очень красиво говорит нам, «Господь — твердыня моя». Честно сказать, моя первая мысль, когда я слышу про День Матери, я не мама, зачем мне отмечать этот праздник? Хотя некоторые из моих подруг уже бабушки или тёти, они в этот день иногда приходят ко мне, и поэтому мой холодильник всегда полон еды. Может быть, они любят ко мне приходить, потому что у меня в комнате для гостей лежат красивые аккуратно сложенные полотенца. Виновата. Но без шуток, я благодарна своим родителям, которые позаботились о том, чтобы у меня было своё место, где я спокойно могу заниматься своим призванием, открывать для себя Бога, расти в своей вере. Даже если они не думали об этом никогда. В действительности я очень много переживала и пересиливала себя. Я хотела пуститься в это большое приключение, но меня смущала вера, и я боялась, что родители меня осудят. Я же должна вести себя хорошо, как дочь. Я не говорю, что я всегда это делала. Молодость брала своё, оглядываясь назад на всю мою так называемую религиозную карьеру, все служения, молодёжные вечера, конференции, летние праздники, домашние посиделки, расставление стульев рано утром и даже игра на кларнете поздним вечером. За этот период я открыла для себя, что вера моих родителей создала особое место, которое вдохновило меня построить и углубить мои личные отношения с Иисусом Христом. И да, мы взрослеем, идём в другую школу, у нас появляются новые друзья, мы переезжаем из родительского дома, уезжаем учиться, но мы всё ещё связаны с нашими родителями. Нам нужна собственная вера, чтобы следовать за Иисусом в нашей жизни. Это не получится только с верой ваших родителей, но только лишь на собственной вере. Ваши собственные отношения с Иисусом очень важны для развития в каждой сфере вашей жизни. Это лично ваш поиск истины. Мне тоже нужно было найти свою дорогу и настроиться. У меня были свои волнения в этом процессе, и порой у меня было больше вопросов, чем ответов. Мои эмоции били через край и говорили обратное, но я выбрала послушание. И я нашла Иисуса. Я нашла Бога. Я боролась и победила. Знаете, одна вещь, через которую проходят все, так называемые церковные дети, каждое воскресенье, когда говорит твоя мать или отец, ты стоишь и боишься, что они будут ставить тебя в пример в своей проповеди. И я могу сказать вам, что я и сейчас дрожу при мысли об этом. Что же они сейчас будут рассказывать обо мне, о Боже? И вот я думала недавно, в свете Дня матери, а не сделать ли мне так, чтобы мои родители побоялись немного. Поэтому, мама и папа, если вы смотрите, то держитесь. Я не знаю, начинаете ли вы уже немного планировать свои отпуска, но мы с Петером уже обдумываем. И что же нам в этом году предпринять? Куда нам поехать в отпуск? В свете пандемии все для нас, по крайней мере, выглядит по-другому. Раньше мы брали свои рюкзаки и летели в дальние страны, пускались в увлекательные приключения. В этот раз я думаю об Италии, о домике на пляже, о кемпинге во Франции, в Хорватии. Чувствуете разницу? Все прекрасные европейские страны. У меня самой остались только прекрасные воспоминания об отпуске там. Бесконечные прыжки с мостов, со скал в воду, купание в воде, новые друзья, мороженое, прогулки вдоль набережной. Вы тоже хотите отпуск? В то время, когда мы ходили по бульварам, мы находили маленькие уютные площади. И там сидели художники, которые делали карикатуры. Мне же всегда были интересны художницы, которые делали татуировки хной. Но мне все еще не удавалось уговорить родителей разрешить мне сделать такую татуировку. Но я хочу не об этом рассказать. Я помню один отпуск очень хорошо. Я была такой загорелой, мои и без того светлые волосы еще больше выгорели на солнце. Мы шли по прекрасному бульвару, день клонился к закату, шлепанцы на ногах, очень тепло. И вот я даже не представляю, как. Но мои родители разрешили мне сделать татуировку хной. И в тот день я знала точно, позднее, когда я вырасту, тогда я сделаю себе настоящую татуировку. Но мои родители, конечно, не были согласны со мной. Они сказали мне, пока ты живешь под крышей нашего дома, никаких татуировок. Ну ладно, я нехотя согласилась. Но все мои подростковые годы я рисовала на бумаге. Я даже иногда рисовала карандашом на запястьях или лодыжках. И моя мечта сделать татуировку так и осталась со мной. И когда я в 18 лет переехала в Италию, отец же мне в аэропорту в последнюю минуту сказал, Италия — это не дом. Ты еще вернешься домой. Не знаю, помнит ли он эти слова. И как все верно, папа. И я знала точно, что он имел в виду. Но я буду честна с вами. Я думала, ну ладно, это не так уж и плохо. Но что касается татуажа, я всегда была послушна ему. И я горжусь тем, что смогла сделать свою первую татуировку только тогда, когда я переехала из родительского дома к Петеру. И в результате родители винят Петер в том, что у меня есть татуировки. Я немного понимаю моих родителей. Они никак не могут понять, зачем же мне так хотелось сделать себе татуировки. Давайте назовем это конфликт поколений. Иисус тоже немного страдал от конфликта поколений. В Евангелии от Луки мы читаем об Иосифе и Марии, которые три дня не знали, где находится их 12-летний Иисус. Сейчас я расскажу предысторию. Иисусу было 12 лет, и Ему впервые можно было пойти с родителями на Пасху в Иерусалим. И после праздников они пошли обратно в Назарет. Им нужно было пройти 140 километров. Я представляю себе толпу празднующих людей. Всем должно быть весело, дети бегали вокруг, и, может быть, где-то позади шла группа подростков. Я себе так все это представляю. Поэтому Иосиф и Мария думали, что он где-нибудь там, среди детей. Где-то к вечеру им все же стало неспокойно. Вы знаете, как мать может внезапно запаниковать. И вы пытаетесь ее немного успокоить. Ну, по крайней мере, так было у нас дома. Давайте прочитаем Евангелие от Луки. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Ему двенадцать. Вы помните? Все, слушавшие его, дивились разуму и ответом его. И, увидев его, удивились. И матерь его сказала ему, Чада, что ты сделал с нами? Вот, отец твой и я с великой скорбью искали тебя. Я бы подумала, как страшно, я была бы в панике потерять сына Господа. Три дня они его просто потеряли, вы представляете? Иисус сказал им, зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Но они не поняли сказанных им слов, и он пошел с ними в Назарет и был в повиновении у них. В других переводах Библии используется слово послушание. Он был послушан своим родителям. Да, в Библии так и сказано. Он слушался своих родителей. Итак, где я остановилась? Наверное, ему было плохо, от того, что родители не понимали его. Он бы мог им сказать, послушайте, я пришел исполнить волю Господа, не нужно волноваться. Но он не протестовал, он не упрекал, он твердо знал свое призвание. И далее мы читаем. Матерь его сохраняла все слова сии в своем сердце. К этой же теме мы вернемся в Евангелие от Луки. Мария собирала все даты, все алгоритмы, все, что она видела, что делал Иисус. Она связывала все с призванием своего сына. Она собирала все это в свое сердце. Она все сохраняла для того, чтобы в нужный момент все знать. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и любви у Бога и человеков. И это и есть плод послушания. Я не знаю, что вы думаете, но само слово послушание не вызывает у меня исключительно положительной ассоциации. толкование этого слова готовность и обязанность быть послушным людям или инстанциям. Готовность делать то, что вам говорят. Да, это довольно тяжелые, сильные слова. Вообще-то, я прежде всего думаю об отношениях ребенка и родителя. Слушай меня. Ты должен быть послушным. И все в таком роде. Вот я вижу перед собой указательный палец, поднятый вверх. Послушание это подчинение кому-либо по своей собственной свободной воле, даже если ваше тело и ваши эмоции этого не хотят. Это акт веры. Мое послушание заключалось в том, что я не сделала татуировку, когда жила с родителями. В результате стал виноват Петер. Мы видим здесь в Евангелии от Луки, что плоды послушания прекрасны. Он стал мудрее. На него сошла Божья благодать. И это звучит прекрасно. Или же я тут одна такого мнения? Я думаю, из этого мы можем заключить, что значение слова послушание можно немного переформатировать. Я могу часами об этом говорить. И я хочу вам сегодня рассказать о трех столпах послушания. Итак, столб первый. Послушание относится ко всем. Как я уже говорила, послушание это подчинение авторитету. И, конечно же, каждый из нас прежде всего ребенок. И мы знаем, что дети подчиняются авторитету родителей. Но это и родители, подчиняющиеся авторитету Бога. Давайте почитаем притчи. Родители, обратите на это внимание. Наставь юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда и состарится. Некоторые еврейские богословы толкуют это так. Сопровождайте своих детей на пути, который больше всего подходит для них. Открывайте и постигайте таланты и способности своих детей и предоставляйте им возможности для дальнейшего развития. Нормы, которым вы научите их, останутся с ними на всю жизнь. Как же это прекрасно. Как Мария, матери хранят откровения о своих детях в сердце. Выделите для них подходящее место, пространство, свободу, чтобы они сами открыли для себя Бога. Это в нашей природе. но мы не можем наверняка сказать, что вот так слушаться легко. Если вы осознаете трудности послушания, это уже хорошо. Вы как мать получаете от Господа призвание к послушанию, а ребенок слушается своих взрослых. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. К этому я еще вернусь. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Все это нам известно, мы не раз слышали эти строки, и они много раз повторяются в Библии. Бог видит всю вашу жизнь, и как вы на плечах прошлых поколений строите свое будущее. В мире, где все постоянно меняется, нужны новые решения, формирующиеся из любви, а не от противостояния, из дочерей и сыновей любви, из совместной работы с прошлыми поколениями. Сейчас все общество перевернуто с ног на голову, но семья это кирпичик общества, самая важная его единица. Освоение мира начинается в семье, стабильные здоровые семьи это фундамент для развития общества. Если мы посмотрим сейчас на наше общество, то, конечно же, мы увидим очень много распавшихся семей. К сожалению, статистика такова, семьи распадаются. Может быть, вы думаете, да, все это правда, о чем я тут говорю, но у меня нет детей, у меня нет родителей, или мои родители по какой-либо причине устранились. Павел же говорит нам в первом послании к Оринфинам о важности духовного воспитания детей. Мы знаем, что это очень важно. Это естественно, духовно воспитывать своих детей. Но вопрос, что же такое духовное родительство? это значит брать ответственность и руководство на себя. Как отец и мать берут на себя ответственность за новую жизнь, которую доверили им. Церковь это то место, где можно найти таких родителей. Там вы их можете найти. Может быть и так, что вы находитесь в церкви и вы отвечаете там за кого-нибудь. В Евангелии от Иоанна говорится, что мы не сиротами пришли в этот мир. Иисус обещает нам и в Евангелии от Марка, что нам с Торицей все вернется. Не только домами, землями, сестрами, братьями, матерями и детьми. Это его обетование. Вожди же наши это Богом данные вам отношения, которые требуют от вас послушания. в главе евреям сказано «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших». Власть, авторитет это не ограничение вашей жизни, а обогащение ее это ваша защита. В конце концов, у руководителей та же задача, что и у родителей. прекрасно сказано, а я перехожу к моему второму столпу. Итак, послушание это не чувство, это выбор, отражающийся в поступках и в сердце. Послушание это не холодный принцип, стоящий за поступками, а вытекающий из теплых отношений, из доброго сердца. Недаром говорится «почитай отца и мать свою», честь связана с сердцем. Иметь скромное простое сердце. Это и есть послушание, идущее от сердца. Это изумительно, если вы скромны и послушны от сердца, тогда вы сможете учиться у других. И еще важнее, вы сможете делиться, отдавать и расти в духовном родительстве. Давайте вместе со мной прочитаем, почему это есть поступок и чувства, идущие от сердца. Первое послание Петра. Также и младшие повинуйтесь пастырем. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Об этом же говорится в Евангелии от Луки. Иисус знал о своем предназначении. Он сидел в храме и знал, что это его призвание. Родители же его просили пойти с ними домой, и он послушался их. И в свое время Иисус возвысился. Бог посылает вам свою милость, даже если вы не послушны. Но это всего лишь малая часть. Для послушных и для непослушных. Для всех. Милостивый Бог Отец. В конце концов, вы бы хотели получить целый кусок пирога, а не его малую часть. Он может благословить вас, но если вы послушны, я имею ввиду, тогда Он даст вам целый кусок пирога. Иисус не согрешил, Он выбрал отношения со своими земными родителями, признал Богом даны им права. Этот выбор увидел Бог и благословил его. Поэтому послушание и скромность так важны. Об этом нам говорит Господь. Послушание с Богом в данных отношениях, даже если вы друг друга не понимаете, на Нем покоится благословение. Мои родители защищали меня, потому что татуировки в то время осуждались в обществе. И сегодня я понимаю, что все это делалось из лучших побуждений. Я поняла их точку зрения. Я гораздо позднее сделала выбор сама. Это был мой осознанный выбор. Родители, конечно же, знают вас очень хорошо, кто вы есть. И ваши духовные родители тоже знают вас очень хорошо. Вы им позволяете о вас заботиться, вы говорите с ними, вы слушаетесь их. Не из-за того, что вы боитесь нарушить правила, но потому, что это идет изнутри, от отношений. Обетование Господа было в том, что мы не покинуты, как сироты на этой земле, и мы находим духовных родителей в церкви. Выберите место, где вы хотите оказывать влияние, где вы сможете построить будущее, опираясь на опыт, на плечи ваших земных или духовных родителей. В нашем изменяющемся мире это очень важно. Этот мир требует новых решений, не с мятежной позиции, а с позиции сыновей и дочерей любви, и там мы найдем Божье благоволение. Я не знаю, как вы, но я бы хотела целый кусок пирога. Может быть, вы думаете, да, Роуз, все это хорошо, но я всю жизнь был послушным, и это совсем не так прекрасно, как ты рассказываешь. Я могу это понять. Вы можете слушаться с позиции идеи, бояться нарушить правила и быть наказанным. Быть может, вы чувствуете принуждение к послушанию, но тогда вы пускаете то, что должно идти от сердца. Тогда это не идет изнутри. Это также послушание от любви. Когда родители не видели Иисуса в Евангелии от Луки и позднее, ближе к распятию, то было убеждение, идущее от его сердца. Это был его свободный выбор, а не принуждение. Это решение было принято не от страха, а от любви. Чтобы уметь слушаться из любви, вам нужно иметь любовь Господа. Вам нужны новые свежие откровения. В послании к римлянам сказано следующее. Давайте вместе прочитаем. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Вам нужен Иисус. Вам нужен Иисус. Он пошел на распятие по своей воле. И Он воскрес. И силой Его воскресения мы можем жить. Вы можете жить в любви. И это первый шаг к Богу и к послушанию. В каждых Богом данных отношениях, с родителями, с Богом, с вашими духовными родителями, с вашими детьми. И если вы снова или же впервые и чувствуете любовь, тогда быть послушным уже легче. Потому что вы это делаете из любви. Это не просто ваши поступки. Это ваше чувство, ваше сердце. Если вы еще никогда не выбирали Иисуса и хотите сегодня сделать этот выбор, то я очень хочу помочь вам. Закройте глаза, где бы вы ни были, и сделайте это для себя. Примите решение. Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты умер за меня, за то, что я прощен, и за то, что я воскрес вместе с Тобой к новой жизни. Я хочу следовать за Тобой всю мою жизнь. Я хочу быть послушным. Помоги мне остаться на верном пути. Я благодарю Тебя, Иисус. Небо празднует, и мы тоже. Давайте подарим аплодисменты тем людям, которые молились вместе с нами. Как я уже сказала, мы все семья. Даже те, кто не является вашими кровными родственниками. Расскажите об этом, поделитесь со своей семьей, с теми, кто рядом с вами, если вы молились вместе. Послушание это ответ да божественному замыслу. Будьте особенно благословенны. Аминь. Аминь.